Так, сегодня у нас лекция, выставка коров, сверкающая империя, так их называли. Это практически официальное название этой фирмы. Основных, самых крупных фирм 2-3-20 века было две. Об одной из них выслушали лекцию, это фирма Трифари. Второй, такой же крупной фирмой и основным их конкурентом была фирма Коро. Точнее, начинать надо было, наверное, с фирмы Коро, потому что она была создана раньше, чем Трифари. В начале 20 века Густаво Трифари приехал в Америку, мигрировал в Штаты. Основатели фирмы Коро не считаются иммигрантами. Знаете, в Америке, наверное, иммигранты – это те, кто приехал уже в 20 веке. Видимо, родственники основателей фирмы Коро, Эммануэля Кона и Карла Розенбергера, приехали раньше, в 19 веке. Фирму они назвали по первым слогам своих фамилий – Кон и Розенбергер. И название прижилось. Начинаем мы с тех фотографий, которые удалось найти Нью-Йорка начала 1900-х годов. Как видите, это совершенно не тот Нью-Йорк, к которому мы привыкли по кино и телесериалам современный. Хотя небоскребы в то время уже начинали строить. Первое упоминание о фирме – это 1901 год. Эммануэль Кон открывает свою фирму в эпоху возникновения первых универсальных магазинов. Вот есть такой сериал «Мистер Селфридж». Это об основателе знаменитого лондонского универмага Селфридж. Вот это о том, как маленькие лавки, фамильные бизнесы и всевозможные торговые, как мы сейчас говорим, точки заменялись на огромные торговые комплексы, универсальные магазины. Сейчас, собственно, это торговые развлекательные уже комплексы. Так вот, в романе «Эмиля Золя. Дамское счастье» описывается, как разоряются мелкие торговцы, потому что они не успевают за временем, за техническим прогрессом и быстро меняющейся модой. И вот в начале 1900-х годов Эммануэль Ком создает свою фирму. В 1903 году он берет себе партнера. Это Карл Розенбергер. Надо сказать, что сто лет назад аксессуары были совершенно не те, что сейчас. Они были гораздо разнообразнее, и многие из них казались бы нам, наверное, странными. Жизнь в какой-то степени у нас упростилась. Упростилась одежда, причем радикально она упрощалась именно после Первой мировой войны и после Второй мировой войны. Женщины ходили обязательно с покрытой головой, то есть ходили в шляпах. Мы недавно обсуждали экранизацию, помните, у нас были такие темы. Очень странные бывают постановки, когда героиня, допустим, романа викторианской эпохи, или раньше даже, допустим, регенства, и ходит с распущенными волосами. Ну ладно дома, хотя дома они черчики носили. Она по улице ходит без шляпы. Извините, это было совершенно невозможно для девушки из приличной семьи. Делали в те времена, тоже это относилось к аксессуарам, всевозможные отделочные материалы, потому что одежда украшалась многочисленными, как сейчас говорят, стразами, пайетками, бисером, там очень моден был бисер, ну и прочими такими мелкими украшениями, которые нашивались. Был специальный раздел так называемых траурных украшений. То есть во время траура, а траур был длинный. Чем ближе родственник, тем дольше траур. Иногда траур продавался год, а иногда и дольше. Но женщины все равно носили украшения. Вот я думаю, надо будет сделать отдельную лекцию по траурным украшениям. У нас, по-моему, такой традиции нет, это англо-саксонская традиция, когда вдова ходила в черном туалете, потом траур более строгий менялся на более легкий, то есть это были темно-фиолетовые, иногда сиреневые тона, а светлые тона начинали носить уже год-полтора спустя, если это была смерть кого-то из членов семьи. Ну, дальние родственники, с этим было попроще. Так вот, к этим украшениям надевались специальные черные броши, булавки, заколки, колье, кольца. То есть они были из материалов, таких же, из которых делались недрагоценные украшения, о которых мы говорим, ювелирные украшения недрагоценные, но они были все выполнены в черном цвете. Так, значит, что еще можно сказать? Очень популярны были пряжки, потому что, когда стали укорачиваться юбки, стали видны не только немного ноги, ну, сильно ноги станут видны после Первой мировой войны, а вот в начале девятисотых уже стали появляться тухли, стало видно, заметно, что у женщины есть туфли, обувь. Раньше-то ее не было видно под длинными юбками. И обувь стали украшать. Ну, это такое специфическое явление, если появляются богатые шляпы, то, значит, их тоже надо всячески украшать, если в моду входят такие шляпы. Входит в моду какой-то силуэт, подчеркивающий некие женские формы, то эти формы тоже всячески подчеркиваются. Значит, мужская мода тоже в это время, конечно, сильно отличалась от того, что носят сейчас, хотя она стабилизировалась. Мужская мода стабилизировалась где-то в средине девятнадцатого века, после этого она изменялась очень мало. Если вы посмотрите в перспективе предыдущие столетия, как менялась мужская мода, она менялась очень интенсивно, то к середине девятнадцатого века уже определились с общим строем брюк, пиджаков, будь это сюртук, визитка, или там спенсер, или какой-то там редингот, но в принципе это пиджак разной длины, двубортный или однобортный, шлицы, разрезы, английский воротник, то есть мужская мода стабилизировалась. Сейчас считается, наступает время стабилизации женской моды, то есть женщины где-то лет на сто пятьдесят в этом смысле более радикальные, но сейчас мода меняется, как мы видим, женская тоже мало. Были всякие интересные предметы мужского гардероба, запонки, ну сейчас мало кто носит запонки, но были запонки для воротничков, сейчас только галточные булавки, ну а в те времена мужчины тоже использовали какие-то такие дорогие, скажем, украшения, если позволяли деньги, или, допустим, были такие драгоценные пуговицы, например, на пальто, на охотничьи костюмы некоторые делали, в общем, всячески демонстрировали свое социальное и материальное благополучие. Популярны были монограммы. Монограммами украшалось абсолютно все, то есть свадебные комплекты, например, постельного белья, столового белья, ну столовое белье это скатерти, салфетки, все было полотняное, украшались монограммами столовые приборы, ну дарили серебряные приборы, кто победнее Мельхиор, как сказал Бальзак Мельхиор, это серебро для бедных, но даже и изне Зильбера и более простых материалов тоже ставились такие монограммы. Я видела такие предметы, они у нас выставлялись с фамильными вензелями, даже если это не аристократическая и не дворянская семья, но если у них какой-то был материальный достаток, то такие вещи тоже делались. И монограммы перешли на одежду. Ну мы знаем, что, помните знаменитую сцену из «Трех Мушкутеров», когда наивная деревенщина Д'Артаньян подает платок, желая услужить, с монограммой Камилы, по-моему, де Буат Расси, вот, и Рамис отказывается принять этот платок, потому что он не знает этих эминистров. Так вот, фирма Кароу занималась ювелирными инициалами. Это была дикая мода. Вообще, чем мне нравится фирма Кароу, это моя любимая, наверное, фирма, потому что у них был всегда превосходный менеджмент, и они очень живо реагировали на изменения в моде, каковые всегда являются следствием каких-то социальных или даже политических изменений. Вот появилась мода на стразовые монограммы, и фирма Кароу стала их выпускать в огромном количестве. Их даже назвали «сверкающий алфавит». Ну, сейчас тоже бывают эти сверкающие стразы, которые представляют собой монограмму. Некоторые из них даже имя свое набирают, но тогда они должны быть мелкие. Сверкающий алфавит Кароу. В 1911 году Эммануэль Конн умер, и Карл Розенбергер ввел фирму своего сына Джаральда компаньоном. Но фамилию основателя Конна они не убрали, и навсегда в составе названия этой фирмы осталась фамилия основателя Эммануэля Конна. Я должна сказать, что Джаральд руководил фирмой до самой его смерти, которая произошла не так давно, в 1967 году. Поэтому рассвет и все перипетии, о которых мы сейчас будем говорить, существование этой фирмы, связаны с именем Джаральда. Многие даже путают его с отцом, с Карлом, считают, что это один человек. Но это люди разные. И Джаральд, конечно, сделал для фирмы невероятно много. Вот здесь у нас обложка журнала Harper's Bazaar. Очень старый журнал. Это июль 1901 года. Мы специально подобрали такую обложку, чтобы вы увидели, как выглядели дамы того времени, когда господа Конна и Розенбергер создавали свои модные магазины аксессуаров. Они занимались... Потом они будут заниматься только вижутерией, но страсть к аксессуарам у них останется. Они все равно будут делать некоторые вещи, которые связаны с аксессуарами. Видите, это 13 лет до Первой мировой войны. У нас будет лекция, посвященная влиянию моды на моду и аксессуары военных событий. Как резко изменится мода. Ну вот еще дамы одевались вот так. Видите, какие шляпы, как она подметает по долам улицу. Тут еще туфли-то не видны, но скоро юбки сильно пойдут вверх. В общем, ни шатка, ни валка фирма работала. В 20-е годы, 10-е, 20-е. Ну, война, конечно, повлияла на всех. Все как-то существовали, эти фирмы. А в 29-м году случился обвал рынка биржевого и началась Великая депрессия. Разорилось огромное количество предпринимателей. Особенно горели банки. Ну, они вообще первыми реагируют. Вот, пожалуйста, банк закрыт. Все забито. В общем, банкротства были везде и всегда. Вот такая интересная картина. Это суп, кофе, бутерброды для безработных. То есть были организованы вот такие вот очереди для людей, в которых не было денег ни на что. И именно в это время начинается рассвет того периода, который является моей искусствоведческой научной музейной темой. Это ювелирные недрагоценные украшения. То, что у нас называется бижутерия. В английском языке костюмные украшения. В отличие от драгоценных украшений, золота и бриллиантов и драгоценных камней. У них нет такого понятия бижутерия. Костюмные украшения украшают костюм. То есть помогают женщине выразить себя. Поскольку бриллианты и золота выражают богатство хозяйки. И демонстрируют сами себя. Этот период длится 2-й год 20 века с 1929 по 1968 год. Это четкое абсолютно обозначение периода. Потому что начинается он с началом Великой депрессии. И заканчивается в период революции 68 года. В это время полностью изменилась картина мира. В 68 году. Ну мы опоздали на 20 лет. Мы всегда немножко опоздаем. У нас картина мира изменилась в конце 80-х. Почему расцвела бижутерия? Потому что у людей просто не было денег на золотые украшения. На них спрос упал до нуля. Но женщина в любое время, даже во время войны, все равно будет себя украшать. Это существует с древних времен. То есть даже в первобытном обществе люди, ну женщины, себя украшали. Мне нравится очень легенда о возникновении украшений. Не помню, рассказывала я ее уже здесь или нет. Но хорошая история не теряет ничего от повторения. О том, как возникли украшения. Вот вариант этот таков, что в древнем обществе охотники обычно охотно украшали себя трофеями охотничьих. То есть убитого животного забирали там либо клык, либо коготь, либо перо, либо хвост. Ну в общем, лучший охотник племени увешивал себя такими вот артефактами. И в конце концов, если он хороший охотник, у него оказывалось на нем, на его шее, там, ожерелье, там, не знаю, на одежде, всего этого столько, что он уже охотиться нормально не мог. Вообще это было тяжело существовать. Так он это все снял и надел на свою женщину. Вот, наверное, до сих пор мужчины не могут ему этого простить. С тех пор именно женщины демонстрируют успешность своих мужчин, своими украшениями. У фирмы был офис в Нью-Йорке. Но там очень дорогая аренда была в то время, в 2019 году и сейчас, естественно. Поэтому фирма переехала в Родайленд, в город, вот карта штатов. Если вы видите внизу такой небольшой островок, вот это Нью-Йорк. Вот, указку я не взяла. Так, а видно? Нет, мою руку не видно. Если вы посмотрите наверх, то там будет виден город Провиденс. Вот, прямо по курсу. Это где-то на 18-10 направлений. Провиденс – столица штата Родайленда. Родайленд – это маленький штат. Чем он понравился менеджменту фирмы Кару? Ну, видимо, Джеральдо Розенбергера. Это очень небольшое по американским меркам расстояние, 293, по-моему, километра. То есть, у американцев такое же отношение к расстояниям, как у нас. То есть, это немного. Ну, для Европы это большое расстояние, но для Америки нет. Но там, конечно, цены аренды помещений в несколько раз ниже, чем в Нью-Йорке. Поэтому они смогли разместить там свои фабричные мощности. И очень здорово на этих мощностях развернулись. Я выписала некоторые цифры. Сейчас я их вам покажу. У них вообще, ну, по тем временам, совершенно невероятное было количество фабрик и работало там сначала до 3,5 тысяч человек. А в конце существования фирмы, ну, в период ее рассвета, потому что рассвет наступил где-то в 50-е, 60-е, в 68-м году все закончилось, работало более 25 тысяч человек. Это колоссальное производство. Значит, вот тут есть цифры, то есть я хочу вам показать. В 46-м году, по данным историков этой фирмы, продажи составили 32 миллиона долларов. В современных ценах это 320 миллионов долларов. Сейчас все надо умножать на 10 долларов. Сильно упал в это время, как и любая другая валюта. Если мы почитаем, что можно было купить в начале 20-го века за копейку, то это будет то же самое. Значит, в 1960-м году 34 миллиона долларов. Причем в 60-е годы почти половина мировой ювелирной продукции производилась фирмой Корон. Можете себе представить, какой объем. Именно в те времена фирма и получила свое название «Сверкающая империя». Вот Родайланд, Провиденс и их адрес на улице Пойнт-стрит, 167. Коробюрдинг там написано. И именно здесь находились так называемые «золотые ворота». Они были не золотые. Но они набирали туда людей. Причем политика фирмы была такова, что в отличие от конкурентов фирмы «Трифари», которые требовали определенного уже умения, то есть они не брали необученных людей, фирма «Каро» брала необученную молодежь. После Первой мировой войны, после революции, после распада в Венгерской империи, образования Советского Союза, огромное количество европейцев поехало в эмиграцию в Америку, потому что Европа просто голодала. Не только у нас было плохо, плохо было везде. Уезжали, ну, больше всего, конечно, из распавшейся Австро-Венгерской империи, то есть из Австрии, Германии. Особенно много было итальянцев. Ирландцы, как всегда, это основной контингент, эмигрирующий в Америку. Из России многие уезжали. Ну, из тех стран, которые были связаны корнями, то есть из Великобритании, естественно. Французы уезжали в меньшем количестве. В общем, эти люди были готовы работать за кусок хлеба. Они проходили свое обучение в фирме, получали навыки работы дизайнера, художника, ювелира прежде всего. Бесплатный обед, что было очень много по тем временам. Мы видели раздачу еды безработным. И в основном там работала, естественно, молодежь. Сколько браков там было заключено. То есть коров всегда позиционировал себя как семейную фирму, которая очень бережно относилась к своим работникам. Вот здесь у нас фотография букета. Это самое раннее, что я нашла из коров. Там клеймо фирмы фактически не клеймо, а как иголкой выцарапано вот этот вензель из четырех букв коров. Позднее мы поговорим о клеемах. Это очень простое конструкторское решение. Но мы видим, что брошь объемная. То есть тычинки в цветах, собственно, эти мы прославились фирмой Коро, вставлены отдельно, они приварены. В основном это ручная работа. Поэтому выпускалось все малыми партиями. К сожалению, у меня нет этой вещи, поэтому показать я ее не могу. Она очень тяжелая. Из так называемого, они иногда называют специалисты, кастрюльный металл. Меня сейчас спрашивают состав этого металла. Вы знаете, можно, конечно, его определить, этот состав, но он не воспроизводится. Потому что металлы 20-30-х годов очень быстро меняли свои характеристики из-за технического прогресса. Потому что в 30-е годы, особенно со средины, технический прогресс рванул невероятно. Но вот мы видим здесь уже брошь 39-го года. Та брошь намного раньше, она начала 30-х. И здесь уже совершенно другие технические достижения. Это персонаж сказки, по-моему, ветер выбах, если я не ошибаюсь. Там есть такой смешной персонаж, лягушка. Вот эта лягушка, которая очень много о себе воображает. Высмеивается, конечно, английское дворянство. Она объемная. Тоже у него букет, видите, в лапке. Даже нельзя это лапкой назвать, это как руки. И сбоку мы видим патент. Патент 11 апреля 39-го года. Автор этого патента подписан А. Кац. Это Адольф Кац. Дело в том, что фирме было за время существования, а существовала она более 70 лет. Это невероятный срок для ювелирной фирмы. Ну, конечно, есть такие фирмы, как Ван Клик Арпельс или Картель, которые гораздо дольше существуют. Но для фирмы бижутерии это много, потому что было много фирм, которые существовали 2-3 года, а вот успешные 10-15 лет. То есть это огромный срок. А. Кац был главным дизайнером фирмы и в течение где-то, ну, я не помню, там лет 20 он подписывал, потому что я буду говорить о двух всего дизайнерах. А. Кац и Дженни Вереке. Здесь я хочу еще показать два патента. Дело в том, что патенты возникли в середине 30-х годов, потому что процветал чудовищный промышленный шпионаж. То есть забрасывались в виде студентов, обучающихся, иногда и более высокопоставленных персоналов, лазутчики с конкурирующих фирм. Ну, больше всего, конечно, была конкуренция между корой и Трифари. Причем владельцы, Розенбергер и сам Куставо Трифари, Газ Трифари, они демонстративно дружили, вместе играли в карты. Ну, а сейчас по свидетельству Бруниалти, это историки костюмных украшений американских с 1935 по 1965 год. Но пользовались совершенно, конечно, всевозможными мошенническими способами, чтобы выведать новые идеи. Поэтому новые технические решения, какие-то художественные, дизайнерские находки, а это, в общем, начало бижутерии, они стоили очень дорого, и, естественно, за них бились. Поэтому ввели патенты. Система патентов в США просуществовала до 1955 года, где-то около 20 лет. Ну, первые патенты, которые мы здесь видим, это патенты 1936 и 1937 года. 1936 года номер 111-368. Внизу подпись главного дизайнера фирмы и юриста фирмы от Орни, то есть юридически подписано. Изображает эта подвеска, кулон, изображает ну, нечто среднее, я сейчас точно не могу сказать, потому что были фотоаппараты и была кинокамера. Но она была более массивная, и фотоаппараты-то были в те времена массивные. Но кинокамера, конечно, это нечто очень сильно связанное именно с этими украшениями и я о них буду рассказывать. А второй июньский патент 1937 года это одна из излюбленных тем ювелиров павлин. Ну, павлин сам по себе совершенно потрясающая птица, красоты невероятной. И, конечно, вообще птицы это особая тема для ювелирного искусства. Сейчас вот проходит выставка цветы и птицы. Сады гармонии она называется, ювелирный театр птиц и цветов у нас наша тема сейчас. И там всевозможные птицы в волшебном саду. В общем, кто не был, советую посмотреть. Дело в том, что в 30-е годы в связи с великой деспрессией, конечно, Голливуд очень расцвел, потому что у людей не было денег ни на что, но на кино всегда хватало. В тяжелые времена люди хотят забыться. У нас тоже в тяжелые времена кинематограф очень сильно отвлекал от тягот жизни. Но Голливуд это, конечно, невероятное совершенно явление. И когда в Голливуд в начале 30-го, 32-й, 35-й год пришел звук и цвет, стало ясно, что, во-первых, настоящее, натуральное украшение снимать невозможно, потому что они бликуют и слепят оператора. А при звуке они брякают, бутафорские, театральные, брякают. Они тяжелые, недостаточно тяжелые, но они крупные, массивные. И есть такой фильм, «Поющий под дождем», ревнулийный фильм, который рассказывает, это фильм 50-х годов, но он рассказывает о том, как изменился Голливуд с приходом звука и цвета. Многие актеры потеряли работу, то есть были, конечно, превосходные, красивые актеры и актрисы, у которых не был поставлен голос, многие из них были иностранцами, говорили с очень сильным акцентом, и не все выжили при этих переменах. Ну вот Грета Гарба, Марлен Дедрих, они были иностранки, говорили с сильным акцентом, одна жидко-другая немка, и после они сохранились, остались в кино, но после прихода звука они уже могли играть только иностранок, ибо иностранных шпионок. Грета Гарба сыграла русскую шпионку, и даже русскую комсомолку в Ниночке, прекрасный фильм, не знаю, почему его запрещали в Советском Союзе, там не так плохо в Советском Союзе покалом, и все-таки русскую девушку играет не кто-нибудь, а Грета Гарба, я считаю, что это такой комплимент даже в нашей стране. Поэтому, конечно, ювелирные фирмы сразу вцепились в это дело. И начиная с 30-х годов они были связаны до конца 60-х с Голливудом очень честно. Сейчас вот готовится в Лос-Анджелесе огромная распродажа изделий Джозефа из Голливуда. В ноябре будет такая распродажа, потому что кинофирмам эти украшения не нужны, сейчас все на цифре снимается. И у них свои музеи, украшения, в которых снимались Элизбет Тейлор, в которых снимались «В несенных ветрах» «Видимьян Лика», в которых снималась «Марин Морро», «Джельмены предпочитают планину», «Джазят только девушки». Там украшения Джозефа из Голливуда. Но и «Каро» тоже не отставали. Возвращаясь к патентам. Вот один из самых важных патентов, которые получила фирма «Каро». Тот менеджер, который рискнул выкупить этот патент, а патент 31-го года французского инженера Гастоне Канда. Этот патент дуэт «Рама для броши», на которую крепятся два клипа. Ну, все женщины, кто любит носить мех с брошкой, знают, как трудно закрепить эту брошку в мех. Практически невозможно ломать брошку, портиться. Были придуманы специальные крепления, так называемые меховые клипы, то есть две длинные иголки, которые втыкаются в мех и не портят его совершенно и спокойно там держатся. Единственное, что следует, конечно, следить, чтобы не потерять. Но там еще специальное внизу крепление, чтобы застежка, так сказать, держалась. Вот с одной стороны вы видите эту сложную инженерную конструкцию с обозначениями. Рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3, это чисто инженерное решение. А с другой стороны вы видите рекламу коро-дуэт, дуэты коров. И здесь дуэт разделен, то есть он не на мехе, а на декольте, потому что броши носятся не только сбоку на платье или, допустим, на лацками пиджака. броши можно носить всяческими разнообразными способами, вот мы посмотрим, их можно носить на шляпе, на сумочке, на поясе, на перчатке. И вообще на многочисленных деталях женского туалета, чем креативнее женщина, тем больше возможностей у нее для самореализации. Внизу вы видите значение Коро Крафт там обозначено, но я расскажу об этой фирме. Там внизу изображение лошади с крылатого коня, это пегас. Кто бы что ни говорил, нет точной даты, когда фирма Коро выбрала своим символом именно пегаса. Но это стало ее знаком на долгие годы. Пегаса это символ вдохновения, творческой мысли, полета воображения. Вот фирма Коро выбрала этого пегаса. Здесь дизайнерский патент, тоже подписанный правда не Адольфом Кацем, а другим дизайнером Джино Вереккио. Его сын Джин Вереккио, ну понятно, что это эмигрант из Италии, Джино Вереккио, или в более ранних вариантах он иногда подписывался Верекья. Но все неофиты, все люди, которые прибыли в Америку с надеждой улучшить свою жизнь там, они хотели стать местными, поэтому он переделал свою итальянскую имя и фамилию, Джино Вереккио, он стал Джин Верри. И его сын уже был Верри. И он написал после смерти своего отца, что основные патенты все-таки делал его отец, а Адольф Кац только подписывал как главный дизайнер фирмы. Ну сразу же родственники и потомки Адольфа Кац выступили с опровержением, что он тоже разрабатывал дизайнерские патенты. Но вот это один из самых старых патентов, это брошь представлена на нашей выставке, это так называемые качающиеся или колеблющиеся камелии. Это два цветка, два клипа, причем вы видите здесь хорошо снята изнанка, сейчас я ее покажу, вот она. Это не меховой клип, видите, здесь крепления более длинные и гладкие, это так называемый плательный клип, дресс-клип. Сразу скажу, очень неудобная вещь, поэтому лучше носить конечно как одну брошь. Вообще дуэты носят это фактически три броши, то есть можно носить либо два клипа, либо в сборе один. Вот еще один вариант качающихся камелий, голубые камелии, потому что это существует и в эмалевом варианте, еще есть розовый, здесь голубой с голубыми же багетами, это удлиненная гранка стразов и мелким паве, паве по-французски это мостовая мощеная что-то, то есть вот везде где мелкие камешки это паве. Очень сложная вообще инженерная конструкция этих дуэтов, это уникальные конечно предметы, за ними коллекционеры всего мира гоняются, вообще в основном все эти предметы уже в частных коллекциях или в музеях, купить их очень сложно. Видите центральный цветок, который выступает из чашечки, это так называемый трэмблер, ну я перевожу как дрожалка, потому что по-французски трамблеи это дрожа, их иногда называют трамблоу, дрожа, дрожачий. Этот цветок крепится на маленькой пружинке, и когда женщина движется или вздыхает, то он очень завлекательно колышется на ее груди. Должна сказать, что вещи эти довольно крупные, не привлекают конечно к себе внимание. вот здесь еще один дуэт, все дуэты имеют название, то есть при выпуске этих брошей компания корол давала им всем официальное совершенно название. Некоторые забыты, потому что к сожалению не все дуэты попали к грамотным коллекционерам, они все составили списки, реестры. Но вот этот называется во всяком случае и вот так большинство коллекционеров именуют прыгающие дельфины. Хотя я не знаю почему это дельфины, это явно летучие рыбы, видите, у них такие летучие плавники. Это сложный дуэт. У этих рыб крупный центральный камень страз и довольно сложный рисунок эмали, многоцветная эмаль на плавниках и хвостовом плавнике, как правильно называется. Здесь мы видим только один клип, это меховой клип, а на рисунке, который тоже подписан Адольфом Кацем, мы видим дуэт в сборе, потому что при патентовании изделия представлялся он и в сборе фаз, профильное изображение и раздельное. Видно, да? в те времена были популярны женские журналы и многие фирмы, в том числе и Кару, свою рекламу давали в журналы. Вот это очень интересная реклама, тоже внизу видите Пегас крылатый, там внизу стоит подпись Каракрат, я просто расскажу почему, потому что фирма очень действительно живо реагировала на изменения рынка и несколько раз делала такие дочерние компании, которые выпускали определенные серии украшений, но основная марка была Кару, здесь вы видите даму, у которой в сборке на платье дуэт, и мы видим здесь четыре дуэта, вот верхний король и королева у нас укрупнен, потому что он переснят с живого дуэта, не с рекламного, он называется король и королева, вот внизу дуэты веера, они так и называются, и сейчас мы посмотрим как этот веер выглядит, вот он так выглядит в сборке, и здесь же опять патент подписанный Адольфом Кацем, то есть сборка, фаз профиль и разум вот это очень интересная реклама фирмы Корол Крафт, видите, они сначала писали отдельно, потом стали писать это название Слива, вообще эта фирма появилась опять-таки для успешной конкуренции с компанией Трифари, потому что Корол считалась более демократичной фирмой, у Трифари цены были выше, и что там говорить, качество было немножко повыше, потому что я говорю, что была более квалифицированная рабочая сила, более высокие требования, у них был главным дизайнером беглый француз Альфред Филипп, который работал до этого в Кортье и в Англифе Аркельс, это ювелирные компании, которые работали для королевских домов, то есть это бриллианты и золото, он ушел в бижутерию, потому что ему это казалось интереснее, там это я рассказывала когда говорила о фирме Трифай, о его всяких устремлениях и он к тому же увел с собой многие технологические знания, которые были у него по предыдущей работе и компания Коро почувствовала, что уступает в качестве и в скажем наверное в репутации тем, что подешевле и попроще у них украшения и они создали линию Каракрафт то есть это линия самых роскошных украшений фирмы Карл вот на рекламе мы видим в картушах в овале в центре название Каракрафта оно сначала писалось отдельно потом они стали писать его в одно слово вот мечта каждого коллекционера мы это называем собрать рекламу меня на лекции в музее спрашивали что такое собрать рекламу вот собрать рекламу это собрать все броши которые представлены на этой рекламе это реклама 44 года здесь представлено два дуэта один мы видим это лошадки они называются у всех дуэтов есть название напоминаю Торо Брэд это чистокровки есть еще лошадиный дуэт он называется там очень сложная и подробная тематика мне пришлось поднять словарь и подробной английской терминологии чтобы найти определение этого названия по-моему как же мы это назвали что-то такое там ставка дубль в ординаре в общем там сложное название я не лошадник не могу сказать но там лошади смотрят в одном направлении они параллельны колоски а здесь они смотрят в разных направлениях и на рекламе мы видим еще и сережки такие же это называется демисет полусет то есть если два предмета брошь и клипсы колье и клипсы колье и браслет это демисет в отличие от полного сета или парюры ну полный сет это минимум три предмета то есть клипсы колье и браслет парюра обычно включает в себя иногда даже и брошь и кольцо ну и даже может и диадем ну мы сейчас посмотрим вот насколько я знаю в нашем клубе вот у коллекционеров есть из этой рекламы всего три предмета то есть полную рекламу одному человеку собрать вообще очень сложно это дорого ну вот все вместе мы собрали три предмета два дуэта у нас есть и один букет кстати этот букет представлен сейчас на выставке только стразы там си вообще с этим букетом довольно сложная история он поставил в тупик всех экспертов которые с ним работали и мы так и не добились правды даже с нашими американскими коллегами но не будем мы в это погружаться потому что это уже интересует только очень таких уперных экспертов вот еще один дуэт видите здесь клеймо коро не корокрафт коро оригинал снизу корой но дуэт здесь на фотографии не цветной а то что мы видим это фотография натурального дуэта так сказать он называется арликин выполняли его в разных вариантах я его видела в розовом еще и по-моему в красном цвете а вот еще одна реклама фирмы коро она называется старый это тоже каракрат старый китай видите старая китайская ваза ткань и на ней такие стилизованные китайские фигурки кстати они довольно крупные это кажется что они мелкие вот то что мы здесь смогли снять это дуэт который так и называется китайские павлины ну там под выше павлинов на рекламе пылающее сердце то есть две руки которые держат пылающее сердце под павлинами водонос вот такая в общем не художественная тема рабочий водонос который несет воду и под ним лобстер и ящерица вот еще очень интересная вещь фирмы Трифар это 1939 год патент тюльпаны тюльпаны трэмблеры тоже на выставке есть такие тюльпаны в розовом варианте они очень крупные и центральную часть этих тюльпанов составляет та самая пружинка трэмблер на которой крепятся стразы изображающие тычинки очень красивая вещь и существует она насколько я знаю в белом розовом голубом зеленом и безэмалевом варианте но вообще у специалистов вещь котируется тем дороже чем больше техник использованы при ее создании то есть если это и стразы и эмаль и художественное стекло и какие-нибудь еще дополнительные техники то конечно это выше чем просто обычная брошь над которой ювелир скажем не слишком сильно мучился это тоже каракрафт знаменитый дуэт я говорю что птицы одна из самых популярных тем птицы цветы наверное самые популярные темы в ювелирном искусстве того времени здесь мы видим два дуэта дуэт и триплет дуэт это две птицы на одной раме ну а внизу умудрились насадить трех это так называемые небесные ласточки то есть это такое устойчивое выражение небесные ласточки не только мюзикл так называется есть еще триплет с совами ну не нашли мы хорошего изображения поэтому обходимся только вот такими ласточками во время депрессии во время тяжелых каких-то испытаний для народа не очень богатые женщины использовали конечно эти дуэты и триплеты во всем причем они стоили у нас есть цены на этих рекламах по 10-12-15 долларов по тем временам это было не южа но сейчас это смешные деньги но сейчас такой дуэт будет стоить я думаю ну несколько сотен долларов а есть такие которые стоят и тысячи да которые ходят на аукционах смотришь на это то есть разнообразить гардероб было очень тяжело женщины тогда очень многие умели шить в 30-е годы ну и у нас тоже переделывали свои туалеты переделывали и шляпки и перешивали перелицовывали но любой самый скромный туалет можно было украсить такой недорогой брюшкой ну а вскоре началась война и жизнь стала еще тяжелее крылья над Америкой это реклама американских ВВС воздушных сил и здесь мы видим символ Америки это белоголовый орлан это орел который живет в штатах и его выбрали своим символом в штатах вот такие женщины появились во время войны у нас тоже с широкими плечами и немножко мужеподобные потому что этого требовала жизнь мужчины ушли на войну их места на заводах и фабриках в офисах и во многих других местах заняли женщины первый опыт произошел во время первой мировой войны и принято это было скептически во время второй мировой войны к этому уже относились абсолютно спокойно но в нашей стране это отдельная тема я об этом рассказываю у меня есть лекция ювелиры во второй мировой войне может быть мы ее послушаем сделаем там связанные с нами дело в том что у нас женщины получили в 17-18 году все права после революции те которые женщины получили в Европе где-то году в 48 то есть намного позднее поэтому у нас и в армии и в околоармейских структурах женщин было гораздо больше конечно чем в других странах антигитлеровской коалиции но ювелирный дом Каро будучи потомком иммигрантов был невероятно патриотичен Джеральд Розенбергер сразу обратился в министерство обороны США с предложением помощи то есть страна вступила в войну особенно после Перл-Харбора патриотизм поднялся на невероятный уровень ну над ним посмеялись сказали ну что может ювелир сделать хорошего для военных генерала они вообще гражданские могут быть скептически но тем не менее он был настойчив сумел заинтересовать своими предложениями генералов и министра обороны конечно говорят что это с одной стороны очень выгодно получать военные заказы да это выгодно но они их выполняли очень хорошо они делали детали для самолетов потому что ювелирное производство обладает тем что необходимо для военной промышленности точностью такой точности как у ювелиров нет наверное больше ни у кого и после войны фирма получила государственные награды за помощь в победе над нацизмом потому что генерал военно морской авиации они вот ну там очень сложные технические какие-то были новинки приспособления и он сказал что без фирмы коро нашим ребятам пришлось бы намного хуже в бою то что они сделали никто другой сделать бы не смог кроме этого фирма коро участвовала в патриотических компаниях у нас тоже конечно собирали деньги народ давал свои накопления для танков для самолетов это делали все кто воевал все защищали свою независимость но в штатах принято ну людям за их деньги что-то предлагать не просто так отнимать деньги а чтобы люди за это что-то получили и фирма коро выпустила такую серию вот этих патриотических брошей на них написано любимый в армии сын в армии муж в армии но сюда не вошло еще брат в армии их продавали люди платили за них деньги небольшие деньги все эти деньги шли на нужды военные сейчас они тоже продаются причем довольно сложно их купить за границу потому что это все-таки национальное достояние американцы не любят продавать эти вещи за границей вот еще очень интересный предмет это брошь с подвеской внизу фотография под стеклом военного ну по-прежнему держит ее в когтях белоголовый орлан ну или просто какая-то птица такая но американцы они немножко утомляют своим этим навязчивым патриотизмом у них везде флаги эти висят ну у них такое воспитание так это было ну кстати в Советском Союзе тоже это было довольно сильно развито но не будем их за это осуждать надо просто понимать особенности их национального сознания значит во время войны и после появилось очень много материалов которые разрабатывались специально в лабораториях для нужд войны вообще 30-е годы ну мир пах войной и было ясно что война неизбежна с появлением Гитлера и с его утверждением в Германии в 1933 году было ясно что он ну так просто не успокоится и что сколько ему не скармливы беззащитных стран он не остановится просто так искали прежде всего пластмассы они были нужны для новых технологий была такая пластмасса бакерит он довольно быстро сошел со сцены потерял свою значимость в ювелирной промышленности он мало нашел применения вообще бакерит сейчас ужасно дорогой потому что его было мало он таких осенних тонов типа янтаря коричневый оранжевый желтоватый плохо красился довольно не гибкий из него делали закулки для волос броши ну и говорю что они сейчас идут по совершенно немыслимым ценам потому что его было мало а след за ним пришел люцид и вот это безумно интересный материал он конечно использовался и для армейских нужд из него делали например он применялся для фюзеляжей самолетов во первой второй мировой войны после войны ювелиры просто сошли с ума от него во первых он прекрасно красился его можно было делать цветным но он был еще и бессветный такой прозрачный из него наделали кабошонок здесь мы видим знаменитого пегаса наконец выпустили фирма коров в 1944 году выпустила свой символ вот этого самого стерлингового пегаса кстати начались сложности с металлом естественно во время войны потому что цинк олова медь были нужны для вооружений и как ни странно не было востребовано серебро поэтому многие ювелиры делали серебряные изделия особенно везли из Мексики потому что в штатах нет серебряных рудников они все в Мексике и многие фирмы даже переместили свое производство в Мексику потому что очень были высокие пошлины на ввод естественно они всегда высокие но в военное время это особенно и трудно было доставать стразы стразы-то привозились из Европы ну стразы само название это все происходило из Германии и Австрии то есть страны которые состояли в гитлеровской коалиции торговля с ними была запрещена была введена инбарга поэтому никаких стразов или как их называют по-английски рейнские камни ну понятно откуда их везут рейнские камни достать их было невозможно поэтому вещи и предметы броши 40-х годов там обычно очень мало стразов или один крупный или вообще нет никаких стразов ну здесь вот на пегасе мы видим на крыльях его на гриве на хвосте и на галф мы видим небольшой АПВ но к сожалению темноватая вышла фотография мы ее еще положили на рекламу для красоты ну он совершенно прозрачный молочный это мечта любого коллекционера и купить его просто нереально я его видела в продаже где-то за полторы тысячи долларов сейчас уже и за такие деньги не возьмешь вот его патент это октябрь 44-го года тоже подписан Адойфом Кацом и мы видим здесь только фас и профиль ну потому что он не разделяется из этой серии было несколько предметов вот здесь мы видим центральную рыбку у нее такой интересный люцид он как будто радужный то есть они еще делали там какую-то такую специфику рядом совушки здесь они представлены это реклама с клипсами а самом низу вот этот знаменитый Пегас летающая ловшица вот из этой же серии леса 45-го года дело к концу люцид военным уже не нужен запасов его достаточно ну американцы своим процветанием обязаны тому что их ничего не пропадает то есть люцид перестал быть нужен министерству обороны он поступил для работы тем кому он был нужен то есть для ювелиров вот это леса после войны фирма Коро развернулась по-настоящему они подзаработали на военных заказах они имя себе сделали еще в 30-е годы в 40-е укрепились на рынке и стали закупать после окончания войны стразы художественное стекло искусственный жемчуг по всему миру искусственный жемчуг это конечно Япония Европе страза стекло знаменит Италия ну то есть у них ездили легко меморижеры по всему миру было какое-то совершенно огромное количество агентов которые закупали семена для фирмы Коро ну к 60-му к 65-му году эта фирма выпускала около 50 процентов мировой продукции бижутерии можете себе представить сколько у них было какое-то совершенно немыслимое количество производственных площадей что мне в них нравится они очень быстро откликались на любые изменения в современной действительности и у них из всех фирм о которых я читала и рассказываю самые невероятные сюжеты для их броши ну во-первых они конечно использовали национальный стиль это было одно время очень модно то что вот брошь индийский индийский вождь вот дуэт индейцы скво ну совершенно нереально конечно достать такую вещь а вот это Джозефина Бейкер знаменитая негритянская певица которая прославилась в Париже и фирма Коро популярность ее была невероятно создала в ее честь вот такую брошь или вот была такая по-моему мексиканская певица Кармен Миранда тоже очень знаменитая снималась в Голливуде в ее честь была выпущена вот такая брошь с корзиной цветов ну конечно старый такой очень популярный стиль рука с цветком у них были рука с ключом рука с колокольчиком да но больше всего была брошь рука с цветком здесь чем она интересна мне понравилась вот эта эмаль потому что чаще всего они были без эмали вот клип который тоже присутствует на нашей выставке он огромный пять с половиной дюймов это попугай вообще попугай из всех птиц это самые популярные павлины а вторые по популярности это попугай потом наверное совы это меховой клип который втыкается в мех на выставке у нас он в голубом варианте здесь такая розовая птица эмалевая вот реклама которая по-моему очень здорово демонстрирует разнообразие дизайнерских идей фирмы Карл арфа ключ с замком у них кстати несколько было таких вариантов ключей замком птица которая пьет из фонтана и карусельный домик по-моему так это называется тоже фирма Каракат а вот пожалуйста патент 1948 года это водокачка то есть пожалуйста ведро и вы можете качать туда воду вот такое неожиданное решение для броши или фонарщик фонарщик который да это 1948 год подписан Адой Фонгканцем но это не обязательно что он дизайнер я говорю что он как главный дизайнер очень часто подписывал такие вещи а вот тоже меховой клип часы с кукушкой да весь подвижный то есть броши 30-х 40-х 50-х годов постепенно они стали упрощаться 60-м годам удивитесь до какой степени они стали простыми сейчас вообще украшения если вы посмотрите эти крупные броши снова вошли в моду причем не зря сняли фильм La La Land который как раз об этом периоде нам рассказывает появились броши которые тематически а часто просто перепевают вот эти патенты 30-х 40-х 50-х годов но с изнанки они плоские стразы у них приклеены или приварены причем довольно небрежно то есть это абсолютная штамповка в те времена очень много было ручной работы и сразу клеивались вручную а искусственный жемчуг вот видите здесь на подвесках искусственный жемчуг он выглядит так что не специалист мне несколько раз говорили это же натуральный жемчуг потому что но он выглядит очень естественно матом ну вот очень интересные варианты это столовый прибор это брошь ложка чашка с блюдцем вилка и нож вот такие броши носили были броши кувшин кофейник чайник вот тоже пожалуйста да здесь чашка блюдце и вилочка для пирожного да то есть фантазия во все работает а это вы все знаете это счастливая кость у нас тоже она счастливо считается куриная грудная кость которую надо ломать вот выпущены были такие броши с вот этой вот куриной она так и называется вишбом кость пожелания счастья пожелания удачи это шатлен то есть броши стоящие двух частей скрепленных обычной цепочкой ториадор и бык но были совершенно невероятные тут кстати на фотографии самой броши плохо видно а на иллюстрации мы видим на заднем плане книжную иллюстрацию потому что многие броши вошли в коллекционные каталоги и там помимо фотографии броши часто бывает ее и дизайнерские вот мне очень нравится вот эта брошь 42 года обезьяна джазмен то есть здесь обезьяна которая играет на рояле во фраке все как положено вот и вообще обезьяны были очень популярной темой вот этот дуэт например обезьянки но здесь он без рамы но у него есть и рама то есть такие обезьянки продавались дуэтом ну были и традиционные конечно у меня здесь просто взяла несколько реклам вот балерины коров вот здесь цикл балерин вот они здесь мы видим брошь одну из представленных внизу ну и помимо этого еще ну нескольких вариантов поскольку фирма Гаро очень любила такие вот художественные относящиеся к теме искусства броши например музыкальные инструменты вот мы видели арту она существует не только в этом варианте вообще многие фирмы делали и гитары и мандолины ну конечно рояль то есть это демонстрировало привязанность хозяйки женщины которая носила эту брошь к миру искусства или например вот серия Али Баба обычно такие серии возникали после популярности какого-нибудь фильма вот типа Багдадского вора или каких-нибудь путешествий Синбада вообще кино невероятно влияло на украшения не только политические и социальные пертурбации но и кинособытия вот после фильма Багдадский вор даже возникла линия которую создал его режиссер Александр Корда но фирма Корон тоже сделала цикл украшений Али Баба вот например знаменитая нубийская орфистка ну так она называется это очень редкая брошь стерлинговая выполненная стерлинги и мы сейчас посмотрим ее изнанку вы видите она на винтах это очень сложная инженерная опять-таки конструкция то есть это не просто вырезанная из куска металла плоская какая-то бляха это очень сложное не только художественное но и инженерное решение или вот эта лампа Аладдина тоже брошь подвеска с многочисленными цепочками очень крупная и тяжелая или вот персидский всадник тоже 44-го года лошадь у него такая вся в прыжке в полете и сам он в очень сложной амуниции вообще популярность шатлен была невероятна одно время это очень древние украшения их носили ну если в древней Греции древнего Рима носили две броши которые скрепляли плащи потому что пуговиц древний мир не знал все скреплялось вот какими-то креплениями на цепочках плащи там мантов в средние века хозяйка замка очень часто носила на многочисленных цепях ключи от разных кладовых потому что все запиралось и в основном продукты ну естественно всякие там столовая и постельное белье ну и драгоценности сундуки с казной все это пока супруг феодал отсутствовал где-нибудь на войне на охоте на грабежах или где-нибудь там в путешествиях то что такое замок это гарнизон и руководила обычно если там не было младшего брата который тоже обычно куда-нибудь уезжал за добычей руководила этим женщина вот Шатлена это и есть владелица замка у нас это переводится как костелянша то есть ну что это это хозяйка ответственная по хозчасти поэтому вот они носили вот на таких цепочках ну и конечно украшали их потому что женщины они были не бедные если уж у нее замок есть то они всячески украшали вот эти свои предметы утилитарные потому что Шатлен это был утилитарный предмет здесь мы видим ключ и как это даже я не знаю дурнокер дверной молоток это то чем стучат в дверь да да вот это очень крупный оброш где-то здесь ключ 7-8 сантиметров надо иметь объем чтобы это носить на себе вот здесь реклама тоже коро два цветка на длинной цепи и мы видим на вечернем платье у дамы как крепится этот Шатлен ну вот один из самых знаменитых Шатлен это Ромео видите какая длинная цепь практически через весь от плеча до талии через весь туалет она идет сердце пронзенное шпагой ну и почему-то вторая шпага у него может это нужно я не знаю в руке чтобы не получилось как некто в кепке одна на голове одна в руке на статуе ну бывают у художников такие просчеты вот это Робин Гуд тоже фильм с Эролом Флинном который ну произвел совершенно какое-то невероятное впечатление ну делали вот из него броши вот еще очень интересная тоже вещь она называется семейный альбом это брошь подвеска которая выглядит вот в собранном виде вот так вот она с рекламой а в открытом вот так то есть это альбом медальон на 4 фотографии механически открывается они были разных вариантов они были популярны поэтому повторяли их несколько раз очень популярна серия 48 года вот вы видите что этот с изнанки и с лотевой стороны этот подвес вот он здесь с эмалью и на рекламе здесь есть внизу если вы видите дуэт который называется ракушки почему-то хотя я не думаю что он так сильно похож на ракушки но вот называется он так вот здесь реклама семейный альбом украшения король здесь мы видим в трех вариантах то есть с искусственным жемчугом с эмалью и скамей ну мечта конечно собрать все варианты но наверное это нереально и внизу в раскрытом да а вот еще раз было использовано тоже так называемое горчичное зерно эту легенду узнал один из камевояжоров то есть людей которые с чемоданами образцов ездили по всем штатам тяжелый хлеб есть такая пьеса Артура Милина с мерцами камевояжора знаменитая классика и одному из этих камевояжоров рассказали историю это по-моему индейская легенда о горчичном зерне приносящем счастье он рассказал об этом на фирме и они стали выпускать пробно вот такой вот в люците маленькое горчичное зерно крепящееся так же как и семейный альбом на верхнюю часть броши то есть она состоит из двух частей как шатлин но это скорее брошь подвески в 54-м году они это выпустили было продано более 50 миллионов экземпляров я даже эту цифру специально выписала то есть представляете сколько народу хотело носить такое горчичное зерно достать их невозможно вот Каракрафт выпускался с 35-го по 80-й год разными партиями поэтому и менялось название видите тут Джуэлкрафт они назвали этот комплект называется Наварра он очень яркого оранжевого цвета мы выставляли этот комплект на одну из выставок он конечно фотографии не передает блеска этих страз но не в малейшей степени сюда это входит полная барюра здесь колье подвеска то есть отдельно на цепочке подвеска клипсы и браслет он еще существует в другом варианте в пестром мне конечно нравится больше этот такой топаз называется топазовый цвет называется танжерин оранжевого цвета вот патент 48-го года просто хотела вам показать патент колье здесь уже все еще Кац подписывает господи он там лет 30-40 работал да значит здесь просто сам рисунок и фотография сейчас на сайтах патентов очень много коллекционных сайтов на которых сейчас патент фотографии изделия часто еще и реклама а иногда и какая-нибудь кинозвезда в этом украшении пинап герд то есть девушка с обложки ну вот это из этой же серии клипсы сюда же относятся это серия журнальная женщины лучше всех одевающиеся или американские женщины одеты лучше всех здесь были жены президента какие-то светские дамы ну кинозвезды даже без них я не считаю что эта дама так шикарно одета видите на ней патриотические цвета то есть сочетание синего красного и белого считается патриотическим сочетанием ну собственно у нас флаг тоже такого же цвета и вообще большинство флагов населения нашей планеты используют именно эти цвета это самое популярное сочетание вот сбоку на ее весьма скромном туалете брошь фирмы Карл вот здесь полностью реклама Каракрафта посвящена серии которую они запускают в производство маргеринт вообще они еще любили французские названия потому что ну франц это символ элегантности в одежде и в украшениях мне нравится эта реклама потому что здесь мы видим что такое настоящая парюра я считаю что даже чересчур посмотрите на модели клипсы колье на бархатке оно есть в нескольких вариантов есть на металлической основе а есть на бархатке чтобы не травмировать шею потому что вещи очень тяжелые и сбоку еще и брошь мы видим на этой рекламе колье брошь клипсы и дуэт на рекламе синие у нас эта брошь именно в таком варианте в синем представлена вот на выставке она есть а сфотографировать нам удалось только вот в зеленом варианте ну чтобы покрупнее было видно потому что рекламу мы конечно переснимаем из интернета иногда покупаем рекламу но это не такое простое дело так что чтобы увидеть такую брошь покрупнее сняли вот тоже реклама коро перо ну это популярный не менее чем птицы сюжет значит перо с веткой и здесь использованы стразы аврора бариалис то есть северное сияние это такие стразы как будто сверху покрытые перламутром особый такой их еще называют нефтяные разводы на морской воде вот кто видел в морском городе живем если случайно попадает мазут топлива на поверхности воды то вот оно такой вот маслянистый блестящий переливающийся всеми цветами ротики эффект создает вот еще интересная тоже реклама дело в том что я уже говорила о том что Коро были пропагандистами необычного ношения брошей видите здесь у девушки и на шапочке то ли это ли бежен пух то ли мех я не знаю это время брошей написано здесь в рекламе то есть вы можете носить брошь и на одежде и на шляпе и вообще где захотите вот пожалуйста специально выпущенная фирмой Коро схема на каких местах женского туалета вы можете носить свои броши на плечах посреди выреза на груди на бедре на талии но тут еще нет аксессуаров то есть сумка перчатки жилет очень хорошо на ленте шляпы ну и так далее значит в компании Коро работали больше 80 дизайнеров я рассказала вам только о двоих об Адольфе Катце и Джинне Верекио потому что ну они самые знаменитые и дольше всего были главными дизайнерами вот тут такая рыба с огромной пастью которая демонстрирует нам страз никто из них из этих дизайнеров не подписывал патенты потому что патенты существовали до 55-го года после 55-го года был введен знак копирайз это буква си английского алфавита я делаю си латинского в круге все вы видели этот знак копирайз он просуществовал до начала 70-х годов когда был введен знак ТН трейдмарк то есть знак авторского права и сейчас везде ставится именно этот знак так вот конец у нас реклама кинозвезды называется это узел не на слово любовники влюбленных или возлюбленных вот это брошь которую демонстрирует американская кинозезда Лорет Тайян вот у нее на шее ее скромные плоски и нескромного бюста у нее значит вот такая большая брошь к сожалению реклама не цветная я за одну тут просмотрела ее фильмографию почитала ее жуткую историю она была очень красивая девушка и снималась она не то с 15 не то с 16 лет и в 17 лет она родила внебрачного ребенка причем скрывала это потому что по тем временам это было что-то ужасное и история там совершенно трагическая потому что она в первом фильме снималась с Кларком Гейбом вот и ребенок этот был недобровольный мягко говоря но семья была католическая и избавиться от ребенка они никак не могли себе позволить то есть там они поскольку она была уже очень рано стала знаменитой и от студии это скрывали чтобы не расторгли контракт и мать там самоотверженная возили ее и потом они отдали эту девочку в приют но забрали ее оттуда под видом удочерения то есть они поступили очень ну там еще не умная мама была вот но когда девчонка подросла в Голливуде все конечно поняли чья она дочь она была ужасно похожа на Кларка Гейбом у нее были такие же отопыренные уши вот но и Лоретта Янг не признавалась по-моему до чуть ли она умерла не так давно в 2000-ом по-моему году очень до преклонных лет дожила вот и она до последнего не признавалась в том что ребенок был от Кларка Гейбла она все время говорит что дочь у нее удочерена и только дочь уже после ее смерти сказала вот что это последствия не интрижки а преступления в общем-то потому что она была 16-17 лет вот и вот такая вот история с ней произошла но больше не менее она конечно изумительно рекламирует вот еще реклама Каракрафта не могла я удержаться чтобы вы просто посмотрели вот эти вот полные комплекты из трех предметов то есть колье брошь и клипсы насколько они элегантно смотрятся и по-моему нисколько не устарели по своему исполнению вот еще тоже Каракрафт ну тут самое шикарное что есть в американской мечте то есть тут вечернее платье мех видимо опера мужчина в смокинге там даже во фраке неведрилина вот и комплекты Каракрафта один вечерний а один вот этот с пёстрыми камнями его можно носить и днем он дневно и вот даже в рекламе использован рисунок Тулус Лотрека ну я уже говорю что францы это конечно символ всего самого элегантного во всем мире это французы заслужили это три комплекта колье и клипсы браслетов к ним я не видела возможно они существуют но на рекламе их нет здесь использована технология вот если вы видите ягодка по-моему тут надо разделить то ли это желтый то ли это малинка это невидимое крепление то которое ввел в свое время Ванхли Карпельс который увел оттуда Альфред Филипп ну и в конце концов до этого добрались и Каро значит помимо фирмы Каракрафт более высокого качества линии была у Каро еще одна фирма это дочернее предприятие которое называлось вообще по-французски Вандом ну все мы знаем площадь Вандом на которой расположены самые крупные ювелирные дома французские вот здесь нам удалось достать снимок фирменной коробки Вандом видите она на фоне Вандомской колонны там на крышке видно Вандомскую колонну а внизу эмалевый цветок вообще компания Вандом занималась очень много изделиями из эмали их очень красивые были эмалевые цветы и они много использовали больше всех пожалуй фирм бусы то есть бусы делали очень немногие фирмы вот здесь мы видим на рекламе ну почему-то они называют вот это украшение кутюрье не знаю не используют слово вообще кутюрье это портной все-таки это тот кто шьет но был такой французский дизайнер Марсель Бушет который подписывал свои броши он был гувелир Ле Кутюрье но он был француз именно правда ну и вот они тут тоже решили использовать видите насколько сложные крепления были в тех бусах если мы сравним бусы и браслеты это браслет того времени тут и стразы и художественное стекло и очень сложная система креплений для современных упражнений совершенно невероятная вот тоже реклама журнала это считалось ну особым шиком носить вещи которые указаны были в журнале вот еще один вариант значит это различные варианты ношения бус из искусственного жемчуга вы видите что здесь такое очень крупное крепление и эти бусы можно варьировать в разных вариантах опять-таки чтобы поменьше потратить денег а выглядеть при этом максимально разнообразно очень интересная вещь вот здесь очень хорошо у нас не взяли эту вещь на выставку она потому 60-х годов решили не брать вещи 60-х ограничиться 30-ми 50-ми я считаю что это шикарное исполнение тут совершенно изумительный цветок с эмалевыми листьями и какими-то ягодками посмотрите что в центре маленький страз и он крепится крапанами это не клееные какие-то вещи но иногда меня некоторые изделия просто поражают потому что если бы я не видела вот это даже специально сделали крупно внизу клеймо бантом если бы я не видела этого клейма я бы решила что это работа Мириам Хаскел или кого-то из ее дизайнеров типа Стэнли Хаглера абсолютно техника которую использовали в компании Мириам Хаскел или Де Марио или Роберта ну в общем ювелиров которые работали совершенно в другой технике ну вот видимо сильно они подборовывали друг у друга вот такая неожиданная брошь поэтому я не могла от нее отказаться хотела показать что Ван Догу выпускал и такие изделия коктейльные кольца ну с коктейльными кольцами вообще отдельная история потому что их ввели во время сухого закона знаете да что в начале годов был сухой закон это всегда очень нелепая и неудачная попытка борьбы с алкоголизмом это уже многократно доказано что ничего сухой закон не дает только расцветает мафия и незаконные торговцы алкоголем вот такие бутлегеры они назывались в штатах так вот были организованы разные такие алкогольные вечеринки на которые доступ был только для своих потому что там делали облавы полицейские и кто любит старый кинематург в 30-40-50-х годов тот знает по фильмам того времени как это все делалось так вот были изобретены такие специальные коктейльные кольца они были как пароль у золотой молодежи у девушек которые посещали эти коктейльные вечеринки с многочисленными ну что такое коктейль это алкогольный напиток вот были такие кольца но уже здесь вандом выпускает конечно эти кольца когда никакого сухого закона нет а просто это такая ностальгия о запретном плоте вот опять вандомовский букет цветок тоже как сейчас пишут 3D это англицизм 3D по-русски называется трехмерный не надо использовать англицизмы там где есть вполне адекватные русскоязычные темы есть конечно такие которые мы заменить не можем но трехмерность это вполне себе русское слово и вот очень интересная прорш потрясающее считаю с использованием художественного стекла я не знаю это стекло мурана или какое-то другое итальянское стекло его иногда называют расплав стекла здесь как раз использованы многочисленные техники потому что здесь мы видим граненые бусины а в центре огранку ривали это двояко выпуклая бусина и здесь она еще к тому же расцветки ватермелон то есть арбуз арбузные расцветки красно-зеленые ну то есть вообще брошь конечно совершенно фантастическая вот да смотрится я не видела их живем но даже на фотографиях они смотрятся тоже многократно использованный мотив я даже не знаю кто был первооткрывателем этого цветка но здесь специально тоже мы видим в картуши подпись ван дом причем вы посмотрите внимательно наизнанку у многих из этих предметов изнанка такая что это отдельное произведение искусства просто не знаешь как ее носить лицом или изнанкой хочется и так и так насколько они благородно отделаны и оформлены это люди уважают свою профессию а не так как видела я вещи высокой моды которые были на показе и когда смотришь изнанку там во все нитки торчат видимо торопились ну вот каждое замечательное кольцо ван дом прекрасно подойдет на каждый из ваших прелестных пальцев так написано на этой рекламе видите сколько колец то есть на двух руках все кольца которые только можно изобразить а это еще одна линия линия франсуа ну вроде бы не был дизайн с таким именем но возможно это легенда потому что просто они вовсю стремились конечно вот ван дом франсуа показать французские корни хотя у них не было фирмы французских дизайнеров ну линия франсуа это в основном вот такие вот цветы здесь тоже эмаль и искусственный жемчуг или вот здесь различные эмаль и различные огранки стразы то есть паве и маркиза помимо этого у коров ну если они такие огромные делали выпуски продукции у них была линия отдельно искусственный жемчуг была линия молодежная специально для молодежных украшений и сейчас мы заканчиваем вот и наконец вот здесь максимальное количество клеем которые мы нашли вот различные варианты с пегасом видите они их несколько раз меняли то есть то пегас справа то пегас слева то буквы квадратные то они прописные есть коров с этикеткой маленькая этикетка которая бумажная которая прикреплялась к вещи и обычно ее отрывали поэтому сейчас невозможно определить кому принадлежит авторство этого украшения ну внизу вы видите довольно крупно Ван Дом и Франсуа и мы закругляемся это тоже брошь коров видите творческая такая вещь ваза с кистями художественными вот значит после смерти в 67 году Джеральда Розенбергера авторские права были выкуплены Ричтон инкорпорейд которые владеют брендом Оскар де ла Ренко и в 79 году так они хорошо управляли что компания банкротилась была признана банкротом и уехали они в Канаду там было легче с налогообложением последний офис закрылся совсем недавно в 92 году но конечно вещи 70-х 80-х годов они не имеют никакого конечно сравнения с тем что я вам показывала дуэты трэмблеры изумительные броши в виде всяких танцовщиц прелестных лягушат или там чайников кукушек часов с кукушкой или великолепных шатлен на длинных цепях на которых было иногда не 2 а 3-4 броши потому что время безжалостно даже к таким художникам какими были дизайнеры фирмы коров и в 68 году мода закрылась от такого стиля помпезного на 30 лет и вернулась только в конце 90-х сейчас мы смотрим на эти произведения искусства как на свидетельство навсегда ушедшей эпохи они даже не нужны в кино эти предметы потому что кинематографисты теперь в основном работают на цифре и никто не заботится очень сильно созданием специальных украшений для костюмных экранизаций или для каких-то исторических блокбастеров но тем не менее у нас есть возможность посмотреть аутентичные изделия на выставке и послушать мой рассказ который уже подошел к концу о блистательной сверкающей империи компании Карл все спасибо 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 спасибо